Есть игры, которые покорили практически все игровые платформы, и как правило, они этого достойны. Одной из таких игр, безусловно, является Street Fighter. Причём, не так важно, с каким номером. Ультра Street Fighter 2! The Final Challengers! В конце концов, это первый файтинг на Nintendo Switch, если не считать 16-битные порты с Neo Geo. Так что фанаты файтингов и Street Fighter в частности, имеющие в своём арсенале Nintendo Switch, уже должны загружать эту игру по цене 2800 рублей в eShop или 2500 рублей на Яндекс.Деньгах. Не так уж дорого, если подумать, за полноценную игру. Впрочем, погодите, я же ещё не рассказал, что вообще представляет собой эта игра. Ну, точнее, игру-то вы все знаете, а вот что касается именно этой версии, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers для Nintendo Switch. Итак, это двухмерный рисованный файтинг, являющийся Full HD-ремастером оригинального Street Fighter 2, вышедшего для игровых автоматов. Кстати, когда я стримил эту игру на Switch, я уверял, что официальная версия игры была и на 8-битный NES, то есть Dendy. Простите меня, пожалуйста, действительно, я был неправ, то была пиратка. Но какая, однако, качественная пиратка. Все вы пиратки были такими, как вот тот Street Fighter 2 и Король Лев ещё. Так вот, на Switch игра работает в разрешении Full HD, в режиме игры на телевизоре, разумеется, с частотой кадров 60 фпс. Стоит, впрочем, отметить, что поскольку персонажи здесь отрисованы вручную, то кадровая частота их анимации всё же меньше 60, но их движение, как и чуткость управления, соответствует честным 60 фпс. В настройках также есть возможность переключить графику в оригинальный 16-битный вид с тёплыми ламповыми пикселями. Есть здесь, однако, и один трёхмерный режим, о котором чуть позже. В игре доступно 19 бойцов и 16 аренд. Бойцы Рю, Злой Рю, Хонда, Бланка, Гайл, Тихоук, Фейлонг, Балрак, Сагат, Акума, Кен, Шустокий Кен, Чанли, Зангеев, Далсим, Ками, Диджей, Вега и главный босс М. Байсон. Кстати, Балрак в первой части оригинальной японской игры носил имя Майк Байсон, а нынешний главгад М. Байсон был Вегой. Но когда Капком выходили на американский рынок, то испугались, что их засудит Майк Тайсон, пародией на которого и был Майк Байсон. И решили перетасовать персонажей, дав Майку имя Балрак, а главгад теперь стал носить загадочное имя М. Байсон. Причём на тему, что означает эта буква М, до сих пор ведутся споры. Ну а в списке персонажей появился отдельный персонаж Вега, его добавили как раз во второй части игры. Ну так вот, для каждого персонажа можно посмотреть список приёмов, правда в отличии от Экена, режим практики выглядит очень скудно. Никакой тебе демонстрации этих самых приёмов, скажите спасибо, хоть отслеживание клавиш есть. Но в списке даже не указано, какую конкретную кнопку нажимать, сам мол должен помнить, где у тебя на геймпаде лёгкий удар рукой, а где тяжёлый удар ногой. В итоге, некоторые комбинации лично для меня остались недоступными, не то что для выполнения, но даже для понимания. Но у заядлых фанатов стритфайтера таких проблем возникнуть не должно, им даже в список приёмов смотреть не придётся. Режимов игры целая куча. Аркадный режим, типа история, где в конце можно узнать, что твой персонаж будет делать после победы над Байсоном. Приятельский режим, где вдвоём с другом или с компьютером можно навалять другому компьютеру, как-то нечестно вдвоём на одного не находите. Версус режим, где можно играть игроку против игрока, хоть на одной консоли, хоть на двух консолях. Игроку против компьютера, и блин, даже режим компьютер против компьютера есть. Запаслись попкорном, выбрали Рю против Кена или Чан Ли против Ками, и смотрим. Ну и конечно же есть сетевой режим. Игра коннектится к интернету, ищет вам противника, вы его делаете, он в ужасе сваливает, в общем весело. Кстати, любого персонажа можно раскрасить практически в любые цвета. Превратить Хонду в Халка запросто. Ещё в меню можно найти галерею с разным концепт-артом, который интересно поразглядывать с бокальчиком винца, укутавшись в тёплый плед. Впрочем, не для того вы смотрите мой канал, чтобы слышать ту же самую инфу, про которую вам любой другой расскажет. Помните, я упоминал про трёхмерный режим? Специально и эксклюзивно для Nintendo Switch в игру добавили модель трёхмерного Рю и целый сингловый режим от первого лица. Вам, в роли Рю, предстоит выполнять его фирменные спецприёмы, чтобы отбиваться от прущих на вас. А кто это, кстати? Солдаты какие-то, короче. Не суть. В общем, берёте в руки по джойкону и начинаем... Шарюкен! Я сказал Шарюкен! Да твою же мать, Шарюкен! Хрен с вами, пусть будет Хадукен. Короче, отслеживание движения здесь расстраивает, что делает бессмысленным этот и без того не особо важный в игре режим. Но в остальном это обычный и довольно качественный стритфайтер с возможностью играть вдвоём на стандартном комплекте одной консоли, что в наше время больше нигде и не встречается. Опять же, цена не такая уж большая. Ну, это не 4 тысячи рублей. Ну, игре 100 лет в обед, конечно, но всё-таки это полноценный файтинг и очень качественный ремастер. Хотя и рисованный. Но я знаю, что есть фанаты рисованных файтингов. Ну, вот я лично к таким не отношусь. Однако стритфайтер всегда был легендарным. Почему бы и не иметь его на Switch? Ну, а с вами был Денис Мейджер и обзор игры Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers для Nintendo Switch. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ну и подписывайтесь на мой канал для стримов. Ссылка в описании. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. И спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok